добрый вечер всем как меня слышно если слышно то скиньте мне пожалуйста плюсик если не слышно то скиньте мне пожалуйста минус если слышно и видны и слайд это скиньте мне два плюса если слышно на слайда не видно то скидывайте мне плюс и минус отлично если слышно тихо ну тогда я ничего сделать не могу потому что у меня все стоит на 100 процентах если слышно громко тогда убавьте пожалуйста звуки на вашем компьютере мы с вами будем потихонечку начинать мал по малу люди конечно же будут подтягиваться это уж как водится и сегодня мы с вами смотрим две темы первая тема это замужество о чем я с вами тут поговорю мы посмотрим с вами мифы и вы для себя определите есть ли в вашей жизни какие-то мифы по замужеству либо живете вы без мифов и не складывается отношение с мужчинами по каких другим причинам о которых я скажу позже и вторая часть нашего занятия сегодня это сексуальность о которой мы тоже говорим ситуация следующий но прежде чем я начну представляться сегодня готовя занятие я поняла что формула замужества вообще-то идет уже седьмой раз хорошая такая волшебная цифра 7 раз идет в режиме онлайн у меня вот уже есть 6 и 7 формула замужества которые в этом году начинают где-то примерно 4 формуле замужества я поняла что у меня в один тренинг не впихивается вся та информация которую хочется и нужно дать без чего нам проблематично выходить замуж потому что понимаете даже если возраст замужества за 60 все равно первичное влечение мужчины к женщине это на ее сексуальную энергию поэтому вот от формула замужества пачковалась магия сексуальности в принципе можно проходить два отдельных тренинга можно проходить их совместно не все успевают поэтому сегодня мы вот про два тренинга поговорим и второй тренинг мне собственно мы ведем в паре с викой века будет вам давать такую практическую часть но об этом я скажу чуть позже давайте пока познакомимся ну кого знаю я рада видеть уже некоторые имена вижу знакомое кого не знаю давайте мы с вами знакомиться будем вы мне скажете откуда вы и и сколько вам лет и зачем вы вообще сюда пришли чё собственно говоря от чего надо то потому что время то деньги да ну и другие развлечения поэтому если вы на тренинге значит у вас есть какая-то нужда поле есть нужда так вы ее озвучьте если не мне так хотя бы вселенной тут собственно тоже работает сразу сразу открываю секреты до работает такая вещь если вы вслух заявили о своей проблеме то вселенная сделает все что сможет для того чтобы помочь ее вам решить буквально вчера я прилетела из таиланда с мужем отдыхали почти две с половиной недели в таиланде все здорово но к тому времени когда мы добрались до паттайи деньги резко закончились у мужа не прошел платеж на его карточку а я свои карточки оставила дома наличка закончилась я говорю иди на это сам ну карта карты я брала с собой да я говорю иди на форум таиландский и повесь объявление что три дня гадалка из москвы он горит и всерьез думаешь что кто-то придет тебя кто в таиланде знает я говорю я не знаю придут или нет нам нужны деньги и нам нужно вселенной дать понять что нам нужны деньги поэтому мы сейчас делаем то что делаем но в результате естественно деньги пришли больше того еще и теперь тайские клиенты появились вот так что озвучьте зачем вы здесь и вселенная обязательно вам поможет реализовать с моей или помощью без моей или неважно вот так москва москва дел хорошие для москвы в субботу напоминаю что начинается исцеление кармы и энергии денег если кто не знает вот если если захотите может быть еще успеете потому что я там несколько мест и там и там осталось но я пока посмотрю где кто откуда так 45 москва в разводе 12 лет до 12 лет хороший срок 33 года хочу замуж северной америки 40 лет в разводе два года но мне вот что и понравился хохи мне не понравилось по той категорически ночью понравился хохи страх мужчин пора замуж татьяна кому пора новосибирск формула до формула есть так 35 украины не замужем не получать серьезные отношения нормально 32 в разводе два раза хочу третий разом чуть последний то илона да и кстати девочки да не согласны я что последний иногда мы вырастаем гораздо быстрее чем растут наши мужчины и тогда вселенная для того чтобы не мучить нас и давать продолжать нам расти и развиваться она просто нам дает другого мужа не надо это кстати еще один из мифов что замуж нужно выходить один раз и на всю жизнь к сожалению это миф который испортил жизнь очень многим женщинам 33 саратов слабые мужчину но что-то хотелось сильной женщиной а юля 22 никому не верю замуж очень хочу ну вообще боюсь идти юля возраст 20 до 30 как говорили в одной моей очень любимой комедии да да нам совершенно не для того чтобы мы выходили замуж а для того чтобы мы спали с кем хочется но вот где-то так до комедия называется это старое старое чувство и там снимается бэт миллер который я очень люблю ну что ж поехали давайте я представлюсь и так кто я я ален сам уж на лет мне уже теперь 40 до раньше говорил 35 36 теперь уже говорю 40 все хорошо я консультант по личной успешности вообще-то я профессиональный психолог теплом и со всеми делами до тренер коуча тоже есть сертификаты но плюс еще и гадалка на картах таро но это уже очень давнимое занятие я где 16 лет картами таро занимаюсь и кто кто я да в общем то знаете сейчас уже счастливая женщина я поняла что в 40 лет оказывается знаете как в старом фильме говорили что там в 50 где-то жизнь только начинается да вот в 40 лет уже все можно другой вопрос хочешь ли но в 40 лет надо очень аккуратно хотеть потому что очень часто если у вас все хорошо с энергетикой то желание сбываются моменте когда вы еще только успели подумать про них вот поэтому здесь думать надо так встретить мужчину по духу иметь продолжительное отношение для любви дружбы совместного времяпрепровождения то есть свет я правильно понимаю замуж не хотите хочу на магию сексу да понятно рада тебя видеть миссия давно не слышала ну что ж по поводу замужем действительно замужем гордости своей могу сказать что замуж выходила в 35 уже вообще старая дева да по российским меркам больше того муж у меня если брать по десятибальной шкале качественных мужчин ну на 7 баллов тянет совершенно спокойно десятку конечно не тянет до мне не надо я сама не тяну на десятку по женской скажем так шкале баллов но у нас семерочку твердую тянет поэтому собственно говоря хорошим так как муж очень хороший во всяком случае не просто можно жить а можно же счастливы но мне пришлось учиться потому что и были свои мифы были свои тараканы плащу и родовая программа стояла поэтому мне но много достаточно пришлось перетереться пока поняла что и к чему вот поэтому тем замужество собственно говоря тема такая замуж выйти на самом деле скажите пожалуйста скиньте мне плюс для кого проблема выйти за замуж это значит дойти до загса и поставить штамм в паспорте с любым мужчиной который вас позовет для кого это проблема проблема тогда когда нет ни одного мужчины вокруг и вообще никто не зовет не то что не зовут те которые вы хотите чтобы вас позвали да а вообще никто никому не нравлюсь никто не зовет никаких отношений нет и никогда не был ни мужчины не те а их вообще просто нет наташ на самом деле не просто с двумя детьми замуж берут одна моя клиентка выходила замуж с четырьмя детьми причем у нее четверо детей от разных мужей не был четыре брака четверо детей и вот собственно говоря да с любым с любым проблемы нет на самом деле до дела до предложения можете не доходить вы сами не заметить загси на самом лет илона я не спрашиваю видите вы достойного или нет я спрашиваю у кого есть проблема что вообще никак ни с кем ни с каким ни с достойным ни с недостойно месяц не скажу кто вам нравится кто вам не нравится сейчас просто спрошу у кого есть проблема вообще дойти до загса и поставить печать в паспорте проблема может быть только в одном случае если нет ни одного мужчины вокруг который может вас довести тяну большую семью одна некогда знакомиться до предложения не доходило не нравится никто зовут ну у тебя значит просто-напросто надо почистить вас ты скорее всего еще есть хвост когда ты кого-то любишь и старее всего я так понимаю что нет пространства наталья вообще некогда знакомиться и мужчина не нужен она тянет большую семью 1 и наташ я могу конечно ошибаться да но вашей карте реальности это выглядит как придет мужчина и скажет давай я буду тянуть твою семью вместе с тобой вы скажете да не когда мне давай вот впрягайся и тащи вместе как как вы это себе представляете если у вас на что-то нет времени то в вашей жизни это не нужно смотрите на этом курсе будет бонус который я не давала на прошлом курсе формула замужества и вообще не давал давал на деньгах но там про деньги здесь будет фэн-шуй для замужества и для счастливой жизни дам я те техники которые но что надо поменять в доме и где для того чтобы у вас это еще легче пошло потому что во всяком случае на деньгах и с энергетикой работает фэн-шуй просто ну не знаю быстро качественно из гарантий ну что ж да пока наверное пока не нужно годики бегут и что у нас годиками ну бегут годики и что куда опаздываем вот смотрите скажите мне кто опаздывает у кого есть синдром последнего вагона что нужно срочно иначе потом не успею есть мне такие да не бойтесь признавайте хотя бы сами себе есть у меня такие или нет знаете я вам скажу такую вещь пожизненный синдром да да 29 все анечка 29 это все если вот прямо сейчас не выйдешь что все 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 мужчины боятся ну правильно ли ну тебя скорее всего модель то какая чтобы меня не бросили не сделали больно надо запугать и собственно говоря быстренько а если не задавится то тогда мой мужчина до в 22 конечно не возьмут все ладно успокаивать делайте вдох и выдох и я скажу вам такую страшную вещь то если вы действительно созрели для брака и семейной жизни они для жить я со своими иллюзиями почему вы не замужем потому что скорее всего вы живете со своими иллюзиями не хотите видеть мужчин и себя если вы готовы жить с реальным живым мужчиной они с вашими иллюзиями то замуж вы выйдете ну просто по определению вы не можете не выйти давайте уже будем потихонечку начинать тринадцать минут болтаю единственное девчонки скажите пожалуйста кто откуда про меня узнал то мне вот надо вот как-то понять откуда вы вообще появились то те кто были на тренингах понятно ладно те те знают о новых людей много откуда вы поведаете меня я вам пока скажу вот смотрите нас сейчас 32 человека участников до из них две ведущие и модератор ирина то бишь 29 человек нас участников сегодня рассылка подружку посоветовал интернет смотрите на этот на на два занятия бесплатных запись была порядка но не порядка да муж вчера сказал 89 человек записан я знал что придут максимум 30 процентов потому что ситуация следующая иногда мы очень хотим чего-то но нас туда не пускают и наверняка у вас в жизни были такие ситуации когда вы чего-то очень страстно хотите ну вот безумно хотите там машину квартиру еще чего замуж и вам это не дает до тех пор пока вы не успокоится поэтому те кто безумно хочет замуж судорожно до тряски в руках и до истерик дома в подушку сделайте вдох выдох и дайте себе слово что вот просто на девять недель вы расслабляетесь вы перестаете хотеть замуж перестаете вообще всего хотите просто начинаете замечать что вокруг вас а после этого будут перемены а куда без это мы с вами сегодня поговорим да вот еще одна фотография из таиланда кто будет скачивать сама слайды я почему я поставила водопад водопад достаточно ну тяжко к нему было идти да не асфальтовая дорожка вот под хуахином водопад есть так вот на фотографии сзади меня водопад можете загадать желание и представить как текущая вода ваше желание относит во вселенную вот так что здесь фотка за мной водопад куда вы можете отправить ваше желание по замужеству и отпустить его и так почему же не складываются отношения отношения могут не складываться по двум причинам первое это вы сделали правильный выбор в принципе да и мужчина то для вас подходил мы будем говорить о том какие мужчины категорически не подходят для замужества но вы в принципе сделали правильный выбор но вы не умеете строить с партнером взаимоотношения то есть вы живете какими-то установками или то что вы видели у родителей на вас не устраивает или то что не работает или то что вы вычитали в книгах это не имеет никакого отношения к реальной жизни да и не складываются отношения потому что вы не умеете строить отношения с партнером либо вторая причина это то что вы выбираете для отношений несовместимого с вами человека ситуация следующая мы талантливы женщины талантливы очень мы можем сами придумать сами влюбиться сами еще вот только познакомившись с мужчиной мы уже предполагаем подходит нам как муж или нет если мы решили что нет мы отказываемся от дальнейшего общения потому что но мы же все психологи все психологи от бога мы не будем разбирать какие у него ценности насколько совпадают и вообще по нашему ли пути от мужчины мы сразу поняли что это мужчина не наш потому что ну не попал он под наш любовный миль сейчас нас будет семь вопросов да спасибо я поняла сейчас у нас будет с вами семь вопросов 7 или чуть побольше и ответьте пожалуйста себе на эти вопросы мне не обязательно давайте будем исходить из посылки вот какой во первых у нас у каждой из нас свои взгляды на любовь на счастье на любовный опыт и на то какая семейная жизнь вам подойдет я могу сказать по себе что муж у меня замечательный реально он мне очень подходит но вряд ли кто-то из вас смог бы жить таким мужчиной хотя бы потому что мы можем неделю ходить молчать и заниматься своими делами я своими своими и на вполне достаточно для того чтобы прийти я уже сплю он пришел там я уже встал он еще не встал и мы неделю как-то в пространстве можем пересекаться по 10 минут при этом оба работаем дома если нам нечего сказать мы будем молчать нам не надо заполнять эфир до мало кто сможет с этим жить ну плюс еще естественно есть нет некие особенности моей моего мужа с которыми ну собственно вот и и его первая жена с ним жить не могла а он не мог с ней разговаривать мы живем пять лет и как а как же так получилось что там вот у тебя были конфликты там ты злился орал бесился и падет я ни разу не слышал от тебя даже повышенного голоса тут разговаривали могут не знаю вот как то так до 2 с 2 с половиной недели в таиланде я конечно уже под конец устала потому что ограниченное пространство но тем не менее каждый из нас подходит свой мужчина кому из вас подойдет мужчин с которым вы можете неделю не общаться находясь на одной территории многие ли из вас при этом будут продолжать чувствовать себя любимые любящие и собственно говоря не иметь никаких претензий не желать поговорить у нас у каждой свои потребности есть кому-то нужно много разговаривать кому-то нужно много секса к кому-то ну вот вот кому к каждой свое поэтому имейте ввиду что вам вам каждый из вас нужен свой мужчина и одного мужчину из такого огромного количества мужчин вы уж точно совершенно сможете притянуть да а разные особенности у людей поэтому свою карту счастья нужно знать до тех пор пока я до 35 лет жила представлениями о том какой должен быть мужчина и какая должна быть женщина и как должны складываться отношения я была абсолютно несчастным человеком у меня было очень много мужчин и для секса и для разговоров и всегда я была заметна для мужчин но вопрос то в другом что это было не мое счастье я пыталась строить свое счастье по чужим ну скажем так вид по чужому видению как это должно быть в результате получалась фигня и слава богу бог не давал замужества да а потом пришлось просто сесть и написать свою карту счастья а что же мне надо что мне жизнь необходима поэтому запомните что для каждой из вас есть тот самый мужчина который вам подойдет может быть кто на магию сексуальности пришел допустим уже есть сейчас мужчина просто имейте ввиду что мы не идеальные они не идеальны живем мы не с идеалами живем мы с любыми мужчину с живыми людьми да и мужчина слава богу не должен быть идеально ну да ладно пойдем дальше итак вопросы семь вопросов вы отвечаете да нет отвечаете не в чат отвечаете быстренько себе плюсики минусики ставите первый вопрос это случалось ли вам строить отношения с человеком который абсолютно вам противопоказан но вы поняли это когда прошло какое-то время может быть месяца может быть года спустя как у меня был роман в 25 лет я в 8 лет потратил он человека который мне был противопоказан показан а это первое да нет второе возникают ли у вас сомнения в качестве ваших взаимоотношений с партнером из-за того что вы не смотрите на него с обожанием все время то есть вот не можете вы восхищаться нет у вас вот это вот восхитительного уважения и все вы считает что отношения третье приходилось ли вам принимать за настоящую любовь отношения которые приносили вам сильные переживания и мелодраматизм то есть вот вы рыдали плакали или там за вами бегали и устраивали вам скандалы вы считали что это настоящая любовь четвертое приходилось ли вам терпеть отношения с нелюбимым партнером только потому что все говорили что это хорошее отношение от хороший человек то есть одобряли эти отношения 5 может быть периодически у вас возникают подозрения что вы часто выбираете таких партнеров с которыми у вас полная несовместимость а совместимыми людьми вам не интересно но может подозрения может уверенность я вам точно могу сказать что 32 где-то лет мне были интересны только те мужчин которые совсем не интересовались то есть догнать завалить и вот моя добыча вот дальше прошу все-таки ссылки к сне присылать сюда потому что работаем пока мешают в конце занятий если захотите шестое бывало ли так что вы убеждали себя в том что влюблены хотя на самом деле имело место просто физическое влечение и случалось ли вам игнорировать проблемы возникающие с партнером надеюсь на вашу сильную любовь ну вот здесь вот все семь нет у кого сколько до получилось если совсем нет ни одного дату просто поставьте мне минус да если там один два до два три да ну поставьте мне тогда сколько же до у вас получилось ну вот ну вот все семь шесть два человека нет у остальных да и чем больше ваших да соответственно тем больше над вами властные любовные мифы которые мы сейчас с вами быстренько разберем и так положительный ответ хотя бы на один из вопросов говорит нам о том что вы скорее всего жертва одного из любовных мифов что ж такое наши любовные мифы это некие романтические убеждения которые мешают нам делать нормальный осмысленный выбор дело в том что это ложные идеи о любовных отношениях которые мало того что у нас возникает под влиянием кино телевидение и чтение романов еще и мифы о семейной жизни а то и какая она должна быть очень часто нам могут рассказать наши мамы или бабушки которые кстати сказать это тоже сформировали влиянием каких-то странных источников то есть у них этого никогда не было но они вам будут рассказывать что семейная жизнь будет такая у меня последние два месяца именно такие клиентки приходили а мне мама говорила что вообще-то счастливой семье мужчина никогда не изменяет это ваш папа изменял маме до всю жизнь сколько лет они прожили почти 40 до то есть мама во первых сказала лена перестаньте пожалуйста бросать ссылки иначе я удалю еще одна ссылка и я буду удалять людей из чата мы что у девочки я не знаю что это за ссылки если вы подцепите вирус тут уж я не виновата не рекомендую ходить по ссылкам вот так что смотрите если у кого-то если у кого-то есть такие наблюдения за собой что действительно мне мама говорила что вот надо жить так а жила на самом деле по-другому то имейте ввиду что у вас не просто любовный миф у вас семейный сценарий в полном раздрае да и будет очень тяжело выходить замуж все дело в том что мы считаем что если все говорят о том что вот это так да то так оно и есть то значит это верно на самом деле это не так смотрите кто не приемлет измены мужчины вообще никак ни в каком варианте нет ему прощения убить негодную тварь скиньте плюсы все нормально девочки я не за либерализм я за правду и честность по отношению к себе кто не приемлет скиньте плюс нет ему прощения нет ему никаких скидок не на алкоголь не на наркотики не на то что его совратили не на то что это альфа самец который всем нравится другой вопрос если узнаем так вот из тех кто не может прощать да и сразу прощает а сразу отпускается скажите пожалуйста вы вообще читали хоть какие-то исторические книги реальные вы вообще знаете что у любого успешного мужчина во всяком случае в россии было принято купцов были свои любовницы и содержанки у аристократии были свои левые связи вот и вообще-то принять здесь ничьей вины господи боже мой вы опять забываете физиологию и забываете генетически здесь есть генетика генетика говорит мужчинам следующее что мужчина живет недолго жизнь у него опасно и главная задача мужчины в этой жизни оплодотворить как можно больше самок для того чтобы хоть что-то после него осталось до тех пор пока у него есть потенция у него будет этот инстинкт другой вопрос что есть две категории людей есть люди которые могут управлять своими инстинктами в силу того что они слабенькие есть мужчины которые не могут управлять своими инстинктами потому что инстинкты очень сильны если мужчина недалеко ушел от пещерного человека по темпераменту естественно то бишь холерик или сангвиник с сильным темпераментом ведь мы же любим мужчин лидеров правда мы любим мужчин которые в этой жизни достигли очень много вам мы любим мужчин которые хорошо зарабатывают которые могут обеспечивать семью и мы совсем не любим мужчин то есть высоко инстинктивных самцов и мы совсем не ну или редко любим мужчин которые по хозяйству поможет и рубашки погладят вообще мягкие покладистые как женщина то есть мужчина который может контролировать свои инстинкты мы редко таких людям поэтому здесь нет ничьей вины здесь есть недоучет и тем не менее нам продолжают говорить и писать о том что фигня это ваша физиология фигня это ваша генетика что собственно говоря мужчина должен быть верным кому должен когда должен в какой религии должен никто не говорит да говорят что он должен быть верным и у нас есть этот миф в голове но об этом сегодня честно говорю не буду говорить давайте мы перейдем уже нормальным любовным мифом о которых я собиралась сказать итак первый миф если у кого-то он есть по ходу моего рассказа то вы скидывайте пожалуйста плюсик первый миф такой истинная любовь распознается при первой же встрече то есть любовь с первого взгляда из уважения к женщине мужчин будет с ней партнером он не будет с ней спать мужчин никогда не спят из уважения и извините меня если уж мы говорим о инстинктах да а мы говорим сейчас об инстинктах а разве вы из уважения к кому-то там не можете прекратить ходить в туалет вот просто прекратить ходить в туалет ибо принцессы не писают они как у прошу прощения за грубость а это тоже инстинкт вы можете нет не можете мужчина не может какой-то может на какое-то время какой-то может не вопрос опять же я говорю мужчина со слабыми инстинктами может и из уважения и из любви или из-за того, чтобы не потерять какие-то свои бонусы. Но мужчина с сильными инстинктами не может. Другой вопрос, что умный мужчина сделает так, что жена не узнает никогда. То есть вы об этом и знать не будете. Глупая жена будет лазить по карманам, по телефонам и провоцировать мужа на измену. Он, может быть, еще и не собирался. Может быть, вы будете давать ему столько секса, сколько ему нужно. Больше того, может быть, вы не будете делать скандал заменителем секса, а будете, когда хотите поскандалить, заниматься сексом каждый раз. И тогда он не пойдет налево не потому, что у него нет инстинкта, а потому что вы из него вот здесь вот дома все уже выжили, все, ему уже никак, ему тошнит, ему уже отсутствие. Не надо на это глаза закрывать. Смотрись просто в другую сторону. Ну да ладно, об измене мужской мы поговорим, потому что жесткая. Я была в этом плане очень жесткая. И, к сожалению, очень многих достойных мужчин на периоде ухаживания откинула от себя просто потому, что я тогда не была единственной. Тогда, когда за мной ухаживали. Большая ошибка, наша большая ошибка. Мы требуем от мужчины верности еще до того момента, когда он нам вообще-то собирается. Ну давайте про миф. Итак, первый миф, у кого есть, уже наверняка прочитали слайдик. У кого есть первый миф, у кого есть такая идея, что вот встретили и заискрила, и вот она искра, и мы поняли, что вот она, вот она эта любовь-то. А вот если не заискрила, то значит, ну это и не любовь. Есть последствия этого мифа. Кто сознался, кто не сознался, младший, кто сознался на самом деле младший. Когда мы принимаем вот это влечение сексуальное, первичное, наши гормоны сказали, этот мужчина мне подходит. Они, правда, не объяснили, что этот мужчина подходит вам для того, чтобы создать с ним потомство. И только-то. Не для жизни, не для это самое. Да, должно пробежать что-то между. Ну, крысы, например, устроят. Да вот что-то же должно пробежать между. То есть, должны вот этот гормональный всплеск, он должен быть. Отлично. Так вот, да. Ну и как, вот у кого было? Скажите мне, какой результат? Вы встретили человека, между вами заискрило там, или что-то пробежало, или что-то где-то зашевелилось, да? Или вы вот вспыхнули аж до боли в пояснице, хочу, не могу, не возьмет, зарежусь. Чем это все заканчивалось? Результат, ваш результат. Я сейчас не спрашиваю, ну, как бы, верю или не верю, да? Вот, либо верю, либо не верю. Действительно, перегорает быстро не то, что спадают розовые очки, а про то, что, да, два года, два года еще повезло, максимум три, а вообще две недели, месяц медовый и заканчивается. Дело в том, что это сексуальное влечение, это гормоны, которые говорят, хочу от этого мужчины детей. Вы перестаете оценивать его личностные качества, его характер, еще что-то, да? Вы слушаете ваше тело, вы впадаете в зависимость, разум молчит, вы становитесь зависимы. И очень много из вида упускается то, что, ну, вообще не стоит даже рядом и близко быть с этим человеком. Второй момент, который бывает из-за этого мифа, да, вы думаете, что, ах, это любовь с первого взгляда, и вот она, ваша половинка. Вы берете на себя обязательства по отношению, ну, по продолжению отношений, то есть уже, ну, собственно, вы очарованы, потом вы зависимы, а потом вы начинаете тащить на себя отношения, в которые мужчина вообще не вкладывается. Вы гребете одна в этой лодке, лодка вертится по кругу, рано или поздно она перевернется и разобьется. Больше того, у меня были клиентки, которые выходили замуж. Ну, мужчина такой попался, ну, вышла замуж и вышла, а он, говорит, пьет. А что он раньше не пил? Пил. Ну, у нас же любовь была, я думала, он бросит. Да не бросит он, это у вас была любовь. На самом деле, вот это вот пробежало, проискрило. Хорошо, если быстро перегорело, вы немножко пострадали и отпустили, и пошли дальше. Но ведь бывает так, что уже перегорело, ничего не держит, а вы все тащите и тащите отношения, вы тратите на это силы, нервы, энергию, а в результате получаете только травмы и боль. Это грустно. Почему я говорю, что это грустно? Потому что, ну, у меня было две таких влюбленности. На одну такую влюбленность я потратила 5 лет своей жизни, на вторую такую влюбленность я потратила 8 лет своей жизни. Кроме страданий я не получила ничего. К сожалению, ну, видите, я, наверное, в этом плане жизнь меня очень любит, поэтому мучает она меня очень жестко. Да? Ну, вот после второй влюбленности я поняла, что все-таки надо мужа выбирать головой, потому что как-то вот тело подсказывает не тех мужчин. Второй миф – это про то, что настоящая любовь все преодолеет. Ой, как наши женщины любят этот миф. Что мы верим, что если действительно любовь настоящая, то вот это вот все, да, и он и пить-то бросит, и курить-то бросит, и зарабатывать-то начнет, и что-то там он будет делать какие-то подвиги, которые вообще никогда раньше не делал, и плюс еще играть на скрипке, хотя раньше никогда не играл. Что если я буду его любить, то у него пройдет импотенция, рассосутся шрамы, что там еще будет. Ну, в общем, и Кашпировский, и кто только и нет, да. У кого есть этот миф, настоящая любовь все преодолеет? Моя бабушка покойная, царство небесное, она говорила, ой, да что ты, вот он сейчас вот самый последний там и пьет, и дерется, да, а вот женится и будет самый первый. Да куда самый первый навык, и нет. Как пил, дрался, так и будет пить и драться. Но мы искренне считаем, что настоящая любовь все преодолеет. Мы выбираем инвалидов психологических и начинаем все преодолевать. Это моя любимая тема была очень долго. Я очень любила проблемных мужчин, несчастных, озлобленных, непризнанных гениев. Я их очень любила, потому что, ну, вот я же классная, да, и значит, вот я помогу ему с этим справиться. Это не моя была задача, надо было просто с них денег, как психологу, брать, да, но я же по любви, а результата, естественно, никакого не было. А вот когда начала деньги брать, и результат у мужиков появился. И я перестала мужиков портить, и они мне начали ладость приносить. Ну, деньги не за секс, естественно, да, за разговоры. Вот, хотя за секс, да. Да, и только я могу их спасти, представляете? Сразу, ну, ну, это правда, это вот любимая моя была тема, поэтому знаю. Иногда мы думаем так, что если я очень сильно люблю, то мне не помешает там то, что он выпивает или употребляет наркотик. Если я очень сильно люблю, и вообще мы любим друг друга, то наша сексуальная жизнь, несмотря на то, что она меня не очень радует, что-то может исправиться. Я могу сказать так, можно быть счастливой в браке, даже если вас не радует ваша сексуальная жизнь с мужем, но будьте готовы к тому, что у вас будет любовник. Если у вас не будет любовника, который дает вам то, что вам нужно в сексе, то у вас будут скандалы с мужем. Нет других вариантов. Извините меня, либо вы закроете вашу сексуальность и заработаете в результате гинекологические заболевания типа фибромиом, кистозов и так далее и тому подобное. Нельзя заткнуть энергию и не давать ей циркулировать. Даже если человек все время вас контролирует, вы считаете это за признаком любви, и считаете, что я выйду за него замуж и пройдут, патологически ревнивцы так называемые. Если он тунеядец, не работает, еще и с вас иногда деньги просит. Если он заглядывается на других женщин или кобель, если он никогда не говорит вам о своей любви и вообще не проявляет к вам чувства, вы считаете, что если мы любим друг друга, значит рано или поздно начнется. Если вы хотите детей, а он нет, или наоборот, вы думаете, что это изменится, потому что вы же любите друг друга. Забудьте об этом. Любовь, она вообще много чего меняет, если это любовь. Но только не бывает любви с первого взгляда. С первого взгляда бывает влечение. А здесь, если вы готовы 10 лет жизни вложить в мужчину и получить сомнительный результат или не получить его вообще, ради бога, экспериментируйте. Есть люди, которым 22-25 лет, у вас еще есть эти 10 лет, но если вам 35-40, то вы уверены, что стоит. Дело в том, что у нас разные иллюзии. Мы на следующем занятии будем разбирать про идеалы. Так вот, у нас разные иллюзии. Когда мы выходим замуж, или когда мы вступаем в отношения, даже не брачные, а просто в отношения с мужчинами, мы думаем, что когда мы будем вместе, он изменится, он перестанет включать телевизор на полную громкость. Или вот у меня был кавалер, с которым я рассталась. То же к тому времени, когда я почистила своих тараканов, тогда 34 года у меня было, появились мужчины, которые были готовы жениться. И вот один из кавалеров, достаточно состоятельный, даже по московским меркам мужчина, от которого я сбежала на третий день, после того, как мы начали жить вместе вроде бы. У него постоянно везде, во всех комнатах его четырехкомнатной квартиры в Москве были включены телевизоры, плюс на кухне тоже постоянно работал телевизор. На третий день я поняла, что я схожу с ума, потому что у меня вообще телевизор не работает. В принципе, я их не смотрю, да. А он засыпал с ними, просыпался с ними, то есть ему нужно было, чтобы постоянно в квартире были включены телевизоры. Увы, не то хорошо, что хорошо, а что к чему идет. Для кого-то это нормально, для кого-то это ненормально. Поэтому я сбежала. Честно озвучив, что я не могу жить с его телевизорами, и я не ставлю выбор, или я, или телевизор, потому что телевизор гораздо дольше. Меня в его жизни присутствует, поэтому пошла я отсюда. Так что, когда мы будем вместе, он изменится. Сейчас разберем. Это неправда. А у мужчин своя иллюзия, когда мы будем вместе, будет так, как я скажу. Но они искренне в это верят, что будет так, как я скажу. И самое главное, не надо разрушать эту веру. Про голову и шею не зря говорили, да. Не надо в них разрушить эту веру. Пусть они будут убеждены, что когда вы будете вместе, будет так, как он скажет. Но он скажет так, как вы ему можете помочь. Вот и все. Иллюзии не сбываются. Мы не хотим слушаться мужчин, а мужчин не хочет меняться. Все нормально. Тоже есть способы и средства, как сделать так, чтобы и было по-нашему, и он менялся в нашу сторону. И это не промывание мозгов, это просто поведение, на которое реакция идет такая, какая нам нужна. Следующий миф. Так, ау, где слайд? Да, еще, кстати, про последствия веры в этот миф. Дело в том, что когда мы считаем, что любовь все изменит, мы не решаем проблемы. Мы ждем, когда любовь все изменит. Очень часто бывает так, что возникают трудности в отношениях, и нужна помощь специалиста, либо нужна корректировка. Даже когда одного партнера корректируешь, говоришь, что давай, а то это будешь делать не так, как ты вот сейчас делаешь, а вот так, вот так и вот так. Человек пробует, получает другой результат, пару можно спасти. Либо запускается, когда обид уже накапливается столько, что спасать, собственно, нечего. Людей держат только обиды и ненависть друг к другу. Когда обиду и ненависть чистишь, отпускаешь, то пара рассыпается. Может быть, когда вы верите, что любовь все спасет, вы будете терпеть мучительную для себя связь и убеждать в том, что я его недостаточно любила. Либо вы будете обвинять себя в том, что вы недостаточно любили, поэтому не смогли изменить человека, и человек, кто там любит спасать, и человек пропал. Влюбляться хорошо в своего мужа. Выйдите замуж, поставите штамм в паспорте и влюбляйтесь. Я обязательно дам вам технику, как за две недели влюбиться в мужчину. Я обязательно дам вам технику, как разлюбить так же быстро, как и влюбиться. Причем в любого мужчину. Но я влюбляться рекомендую в вашего мужа, а не в кавалера, с которым совершенно еще непонятно что. Если вы не можете с холодной головой смотреть на данного мужчину, то вам замуж рано. Вы перебеситесь, вы навлюбляетесь, вы наешьтесь этих бурных эмоций. Потому что давайте так, девчонки, есть кто-нибудь, кто занимается бизнесом? Вот плюс. Чувство влюбленности вырабатывается за две недели. К любому мужчине. Есть, ну, кроме бизнеса, есть ли кто-нибудь, у кого есть подчиненные, ну, работают на руководящей должности, либо достаточно серьезная ответственность, типа там, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер. Это работа. Всего-навсего. Вот теперь скажите, у кого, ну, понятно, что кто пока еще работает в офисных планктонах и ходит на работу, ну, просто потому что надо что-то работать, да, и работа удовольствия не приносит. Здесь отдельная песня, да. Но вот теперь давайте подумаем, девчонки, вот вы на работе, у вас пришел там соискатель на собеседование, на какую-то вакансию, которая требует работы, да, а вы в него вот, он вам так понравился, так понравился, вы видите, что он некомпетентен и не потянет, но он вам так понравился, так понравился, что вы взяли его на работу. Кто будет делать работу, с которой он не справляется? Вы сами. Если вы в партнеры берете, в бизнес-партнеры берете человека, который не выгоден вам, не принесет пользу вашему бизнесу, а просто потому, что он вам понравился, что получится с вашим бизнесом? Фигня получится. И это всего на все кусочек нашей жизни. А вы что думаете, когда вы выходите замуж, и либо вы смотрите не только на вашего мужа и сексуального партнера, да, вы вообще-то, наверное, ну, когда замуж выходите, вы что хотите-то? Вы хотите там отца ваших детей, либо человека, с которым вы проживете долгую счастливую жизнь. Это больше, чем работа. И вы хотите в это идти с безумной любовью и с больной головой от любви. И потом вы хотите, что от безумной любви у вас получится шикарная семейная жизнь, она будет такая же безумная, как безумно замуж выходили, так же безумно жить будете, так же по безумству и разведетесь, потому что замуж надо выходить по-умному. Тогда в конце жизни, ну, или через какое-то время вы скажете, что действительно, понимаете, есть такая формула. Бывает так, что в браках 1 плюс 1, то есть мужчина плюс женщина, меньше одного. Вы ослабляете друг друга, вы друг друга переделываете, он недоволен вами, вы недовольны им, и вы теряете самооценку, он теряет самооценку, и вы на самом деле вместе можете меньше, чем вы можете по отдельности. Меньше одного – это значит меньше, чем вы можете по отдельности. Такие примеры часто бывают. Была женщина-бизнес-леди, вышла замуж, и бизнес пошел наперекосяк, и, собственно говоря, от мужа проблемы, и дома проблемы, и там проблемы, и там проблемы. То есть пока она была одна, у ней была ситуация лучше в жизни. Когда стало 1 плюс 1, ситуация стала хуже. Это называется 1 плюс 1, меньше одного. Бывают такие случаи, когда 1 плюс 1 равно 1. Живут как два соседа, он сам по себе, она сама по себе, и, собственно говоря, они себя не усиливают, но и не ослабляют. Не самый плохой вариант. А бывает так, что 1 плюс 1 больше одного. Ну, собственно говоря, это мой вариант с мужем, потому что, когда мы начали жить вместе, то и финансы, и работа, во всяком случае, у меня все это дело очень здорово пошло в гору. У него, в общем, тоже ситуация улучшилась, и финансовая, и рабочая ситуация улучшилась намного. То есть здесь как раз ситуация, когда 1 плюс 1 больше одного. Ну, в идеале, 1 плюс 1 равно бесконечности, то есть супруги постоянно вдохновляют друг друга, и вот они вот все вот. Но я так подозреваю, что при таких вдохновляющих отношениях это, скорее всего, супруги эти самые рейли были, то есть люди, которые идут по духовному пути, вряд ли там будет секс. Если вы готовы жить без секса, то тогда, да, тогда можно и на такие отношения замахиваться. Так, девчонки, у меня еще 10 минут, потом я передам слово Вике, поэтому я бегом-бегом бегу по нашим мифам. Итак, третий миф. Настоящая любовь бывает только раз в жизни. Что тут рассказывать, у кого есть такая идея? Вот те, кто думают, что замуж надо выходить один раз и на всю жизнь, скорее всего, у вас есть идея про то, что настоящая любовь бывает в жизни только раз. Плюсик. Скиньте, пожалуйста, у кого есть такая, что есть только один партнер, правильный, и главное не ошибиться в выборе партнера. Главное ведь вот, ну вот как-то вот, а то не дай бог, не за того замуж выйду, ведь разводов-то нет, все, да, вот она настоящая любовь, бывает только раз в жизни. И, естественно, у этого мифа есть несколько девиантных вариантов. Дело в том, что если у вас есть вот этот образ правильного, идеального, того, который вам подходит, то вы будете оценивать нереального человека, вы будете смотреть не на реального человека, вы будете смотреть, насколько человек вписывается в вашу картинку. То у вас есть портрет вашего идеального партнера, на следующем занятии поговорим про идеалы, которые у нас есть в голове, вы покопаетесь, сами выкопаете, и вы, ага, вот здесь вот ухо подходит, а ручки, ножки торчат, нет, пошел вон, не подходишь. То есть мы живем со своими идеями, а не с живыми людьми. Если есть этот миф, и вы вдруг решили, как это называется, ну вот моя любовь, да, вот она моя любовь, отношения не сложились. Мужчина не захотел, может быть, он сразу вам говорил, что он не готов для брака, а только для секса. А вы решили, вот она моя любовь, да, и вы вполне можете тормозить себя и не завязывать новые отношения, вы будете страдать, потому что, ну как же, любовь-то настоящая только раз в жизни, и я уже больше никогда никого не полюблю. Кто там давно у меня не влюблялся, непоследствие ли это, вот этого мифа про то, что настоящая любовь один раз в жизни, а потом я закрываю свое сердце. Запомните, мы замуж выходим двумя чакрами, второй и четвертой, то есть сексуальным нашим центром и нашим сердечным центром. На сексуальный центр мы притягиваем человека к себе, а сердечным центром мы его удерживаем в своем пространстве. И дело в том, что здесь надо просто понять, что каждый раз, когда мы влюбляемся, это расширяет наши границы. У нас кругозор становится больше. Мы ведь, смотрите, мы же женщины, а поэтому мы волей-неволей встаем на позицию мужчины и начинаем смотреть на мир его глазами. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы смотрим на мир глазами, мужчины, в которого влюблены, мы начинаем воспринимать мир как он. У нас расширяются границы. Мы становимся мудрее. Мы начинаем больше видеть. Так что здесь действительно каждое новое чувство любви нас делает лучше. По поводу... Наташа, не очень поняла. Да, могут дети появиться и разводы есть. Ну и что? Ну дети, ну разводы. Не понимаю я, про что ты говоришь. Есть разводы. У моего мужа был первый брак, там ребенок. Ребенок приезжает к нам раз в две недели. Муж платит алименты регулярно. Плюс еще мы периодически ездим отдыхать с его ребенком. Я не понимаю, в чем проблема. Ну хорошо, дети. Причем здесь дети? Дети это ваш пожизненный крест, тогда не заводите детей. Если вы считаете, если вы считаете, что дети это абуза и ваш пожизненный крест, просто не рожайте. Могут появиться дети, вот случайно, вчера еще не было, а сегодня утром я проснулась и у меня дети. Такого не бывает. В семье моего любовника действительно это так, потому что вы ему отдаете энергию. Да, спасибо, Наташа. Совершенно вы абсолютно правы. Больше того, Ирина, если вы не хотите, чтобы было так, значит, начинайте с вашего любовника брать деньги, потому что деньгами вы закрываете ту энергетику, которую вы ему отдаете. Это равноценный обмен. А если вы считаете, что равноценный обмен это то, что вы с ним занимаетесь сексом, то это совершенно не так. Пусть он начинает решать какие-то ваши проблемы, либо дает вам деньги. Только тогда вы выровняете этот поток. Ну, Вика сегодня будет про сексуальную энергию говорить. Подарки, ну, Наташа, смотрите, все зависит от того, какие подарки. Если он там дарит брошку из белого металла, который называется платин, ну, платина, да, это один момент. А если он дарит брошку из мельхиора, это другой момент. Поэтому подарки закрывают, но... Ну, хорошо. Естественно, он не хочет, чтобы между вами стали деньги. Вот знаете, я мужу говорю, слушай, если ты хочешь налево, иди, пожалуйста, налево. Ты правильно выбираешь женщину. У этой женщины должна быть энергия. Тогда в нашей семье будет процветание. Это правда. Ну, потому что... Вот. Достойные подарки закрывают, да. Ну, восстанавливают равновесие. Не закрывают, а восстанавливают равновесие. И нормальный мужчина знает, что чем больше он тратит на женщину, тем больше ему приходит. Ирина, ну, любовник у вас такой, малограмотный. Четвертый миф. Про то, что идеальный партнер будет устраивать вас во всех отношениях. У кого есть такой миф? Что ваш идеальный партнер будет устраивать вас во всех отношениях. Ну, вот, обломайтесь. Не будет. Даже идеально подходящие шестеренки, выточенные вручную, с идеальными замерами, когда их прикладывают друг к другу, сначала трутся, скрипят, и от них летят искры. Поэтому забудьте, не будет. Ну, и бог с ним. Да и не надо. Да, Кать. Депрессия – дело хорошее. Значит, зацепилась за твое больное место. Было бы очень оптимистично, если бы Ален сказала, что девочки, вот, понимаете, все это просто. Вот мы сейчас с вами на тренинге возьмем технику, привлечем мужчину, который будет достойный и подходящий вас, и все будет у вас хорошо. Девчонки, будет. Честное слово будет. И мужчина будет. Когда вы ответите себе на вопрос, зачем он вам, какой мужчина для вас достойный, не бред сивы кобыла в лунную ночь, а какой действительно мужчина для вас достойный, что вам от него нужно, чего вы от него хотите, тогда появляется мужчина. Если же нет ответов на эти вопросы, а их не так просто найти. Иначе бы не было тренингов, иначе каждый год на тренинг формулы замужества людей прибавляется. В прошлый год их было 25 человек, а начиналось с 5-7 лет. Так вот, смотрите, если вы ищете хорошую работу, вы ее не найдете никогда. Если вы ищете хорошего мужа, вы его никогда не найдете. Если у вас что-то начало болеть, там зажимы, там энергетические блоки. Болит поясница, и могу предположить, что есть непрощенная обеда на мужчин, и с этим нужно работать. И потом, я же про мифы, все нормально. А зачем выходить замуж, потому что, я могу сказать только про себя, потому что, во-первых, с мужем у нас получается лучше, во-вторых, есть с кем поговорить, а в-третьих, да хорошо, что есть муж, иначе кто бы был во всем виноват. Но в любом случае, мужчина, он не делает из меня женщину, он не делает из меня не женщину. В брак мы идем с тем, что у нас есть. Если вы женщина сейчас, вы и в брак придете, как женщина. Если вы сейчас коняшка с яичками, вы и в брак придете, как коняшка с яичками. Все нормально. Вы не можете принести в брак того, чего нет у вас. И мужчина из вас, женщина сделать не может. Я дама, первая, авторитарная, вторая, энергичная, третья, циничная, 10 лет работы в реанимации, никого еще романтиком не сделал. Меня тоже. Я не исключение. И вы что думаете, я вышла замуж и стала мягкой, белой, пушистой рыбкой? Да не родилась я мягкой, белой, пушистой рыбкой. Если вы думаете, что выйдя замуж, вы из, ну не знаю, там из коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, превратитесь в Тургеневскую барышню? Забудьте. Вам скучно быть Тургеневской барышней. Есть у меня тут любитель останавливать коней? Я вот люблю останавливать коней. Я люблю всякие там разные вершины брать. Я люблю результаты своей деятельности. Я радуюсь, когда вы пишете и говорите, Алена, а что делать? У меня тут два, и оба замуж зовут. Да классно. Третий будет, пойдешь замуж за третьего. Но ведь есть и другие наверняка здесь. Те, кому действительно нужен мужчина, для того, чтобы уйти за его спину и жить спокойно, не потому, что вы не можете себя прокормить, а потому, что вам нафиг не нужны наши скачущие кони и горящие избы. Есть у меня такие? Мы разные. Кто-то есть, кому не нужны ни скачущие кони, ни горящие избы. Вот мама моя, она замужем прожила во втором браке 22 года и прожила счастливо. У меня отчим не был идеалом. Он замечательный был, я его очень любила. Он не был идеалом. Но она, мама моя, она говорит, ты знаешь, говорит, а я не люблю принимать решения. Да, конечно, я могу выжить. Да, конечно, я могу прокормить и себя, и ребенка своего. Я могу прокормить и проработать. Нет, не надо. Последние 15 лет она вообще сидела дома и не работала совершенно спокойно. Я за две недели в Таиланде, две с хвостиком недели, я взвыла от того, что, ну, я работать хочу, мне надо что-то делать, да. При всем при том, что у нас не был пляжный отдых, мы все время ездили по экскурсиям. Поэтому разные мы. И мужчины нам нужны разные. Так вот, смотрите, слайд уже прочитали, не буду дальше. Пятый миф, тоже наш, кстати, любимый, один из любимых наших мифов. Мы, извините меня, подсаживаемся на член. Сейчас скажу грубость. Из-за нашего хронического недоебита, потому что у нас слишком много комплексов по поводу того, как надо заниматься сексом, с кем надо заниматься и когда надо, мы очень часто подсаживаемся на член, когда нет никаких оснований. То есть, потрясающий секс, верный признак настоящей любви, это как раз тот самый миф про то, что если в сексе у нас все получилось, мы автоматом, неосознанно, как правило, влюбляемся в мужчину, наделяем его всеми мыслимыми или немыслимыми достоинствами и обломаемся. Нет там ничего, кроме секса. В ведах есть очень хорошая вещь. Кто-то из ведущих, Руслан Нарушевич, по-моему, говорил, что женщины слишком рано принимают на себя ответственность, когда еще ни коня, ни воза. Так вот, есть еще один момент, что мы, понимаете, есть вот, есть цирковые лошади, они для выступления на арене, есть лошади рабочие, они для тяжелого труда в поле, но они не будут выступать на арене, есть лошади скаковые, они будут брать призы, ну или будут во всяком случае скакать на ипподроме, есть лошади военные. Я к чему? Я к тому, что есть мужчины для секса, и у нас будет потрясающий секс, но его ни в коем случае нельзя брать как мужа, особенно если вы не приемлете мужской неверности. Знаете, сейчас смотрю сериал «До смерти красиво», если кто-то смотрел, то вы можете вспомнить, там ситуация такая, что женщина может вкладываться во внешность, женщина может вкладываться в мозги, женщина может вкладываться в искусство занятия сексом, но имейте в виду, что наше невротическое стремление быть идеальной во всех отношениях приводит к тому, что мы начинаем ненавидеть сами себя, и у нас падает самооценка. Мужчина в этом плане проще. Если он потрясающий любовник и знает, как удовлетворить женщину, девочки, запомните только одно, это годы практики. Годы и годы практики. Это не одна партнерша и не две. И если он вам говорит, что он спал только с женой, а вас удовлетворяет так, что у вас, извините меня, память вышибает, забудьте об этом. Он правильно говорит, но это не только жена, это годы практики. Кто занимается каким-то, или занимался каким-то видом спорта, кто ходит в тренажерный зал или на танцы, вообще, кто хоть чем-то занимается, вы знаете, что чем больше мы это делаем, тем лучше у нас это получается. Согласны, нет? Секс ничем не отличается от любого другого вида деятельности. Поэтому думайте сами. Действительно, последствия этого мифа, что вы можете связаться с человеком, с которым у вас во всех остальных планах полная несовместимость, или можете бояться его бросить, потому что, ну как же, такой секс, это же любовь, да, как же я его брошу. И то, и другое портит жизнь очень здорово. И запомните такую штуку. Действительно, если у вас очень хороший сексуальный партнер, это не значит, что между вами взаимная любовь, это не значит, что вам надо жить вместе, это не значит, что вы его любите. Спасибо моему любовнику последнему перед замужеством. Их двое у меня было, муж и любовник. Огромное ему спасибо. Это был лучший любовник в моей жизни. Это не мой муж, да. И он мне тогда сказал одну вещь. Ты знаешь, говорит, забудь о любви, забудь о том, что, ну, собственно, мы будем жить вместе. Я не готова. Он был только после развода. Мы с тобой партнеры по сексуальным практикам. Спасибо ему за это огромное. Секс был феерический. Ну, естественно, я потом пострадала целых две недели, когда мы расстались. Но, тем не менее. Цинично, цинично, грустно, грустно. Девочки, а скажите мне вот какую вещь? Конечно же, вам в ваших иллюзиях вы уже жили. Вы знаете как. А сейчас вам жить не грустно? Сейчас вам жить весело? Вот с теми идеями, которые я сейчас до боли, у некоторых до боли головной, у некоторых до боли в спине, некоторые вообще не выдержат. Вам с этим вы счастливы жили? Если да, тогда вам не нужен мой тренинг. Если нет, в отличие, знаете, в этом, этой осенью свалилось много предложений по инфобизнесу, я уже задолбалась объяснять, что я не занимаюсь инфобизнесом. Несмотря на то, что у нас тренинг в режиме онлайн, пахать вам придется по полной программе, в том плане, что трансформация личностная идет очень серьезная. Поэтому я не буду вам обещать, что у вас все будет легко и просто. Да, какие-то вещи придется в себе менять, и это больно. Опять, есть люди, которые были на других тренингах, они знают, как это происходит, даже на самых легких. Еще чуть-чуть мифов. Это то, что в браке мужчина получает больше преимуществ. Это неправда. Нам брак выгоднее. А это то, что рождение ребенка укрепляет отношения между супругами. Это полная ложь. Дети еще никогда никого не удержали, если мужчина не хочет. Но еще третий миф, это то, что основа счастливого брака, удачи, романтические, любовные отношения бред севика был в лунную ночь. Потому что, опять же, давайте подойдем по-взрослому. Если уж вы бизнес просчитываете, вложения просчитываете, то семью вы заводите гораздо дольше период времени, и вы хотите жить с этим мужчиной счастливо. Хорошую работу и хорошего мужа. Для того, чтобы найти, нужно четко понимать, что ты ищешь и для каких целей. По-другому? Можно и по-другому. Я пробовала 33 года, у меня не получилось. Ну, не 33, конечно, естественно, я где-то лет с 13 начала интересоваться мальчиками и хотеть замуж. Поэтому, давайте так, с 13 до 33, 20 лет. 20 лет без успешных попыток по-другому. Поэтому формула замужства я даю ровно ту, которую прошла сама и которую проработала сама. К сожалению, мне потребовалось 20 лет для того, чтобы понять, что я ничего не могу сделать с тем, чтобы изменить законы природы. Они работают так, как они работают. Ну, и не в них менять. Так, вы, если вопросы есть, то задавайте. я последняя. Быстренько. И у нас еще будет полчасика на сексуальность. Миф четвертый. Чем образованнее женщина, тем сложнее создать семью. Реально миф. Чем умнее и мудрее женщина, тем проще ей создать семью в любом возрасте. Миф пятый. Это то, что если вы жили вместе до официального брака, то такая семья более крепкая, смотря по каким причинам вы женились. Здесь 50 на 50. Может, да, может, нет причин. По поводу домашнего насилия, что если женщина в браке, то, ну, больше шансов, что мужчина вы знаете, что это, мужчина дерется, он не будет сдерживать себя ни до брака, ни в браке. Тут зачем вам такой мужчина. И потом агрессивных мужчин, их видно, мы об этом будем говорить на тренинге. И миф седьмой, что свидетельство об браке, кстати, сказать, есть у меня такие, которые не главные. главные хорошие отношения. Я так считаю. По поводу штампов паспорта я все-таки скажу два пламенных слова. Викусе, готовься. Если у вас ситуация такая, что у вас бизнес, недвижимость, счета в банке, в принципе, без брачного договора замуж выходить невыгодно, то да, действительно, свидетельство об брачном договоре. Если же у вас ни кола, ни двора, ну или средненько все, да, и делить особо нечего, то я уже вообще-то давно не жалею людей, потому что я не считаю, что люди увечные не могут справиться. Но я совершенно точно два последних барышня прожила восемь лет. За это время мужчина построил дом где-то в районе Рублевки, бизнес у него поднялся, ну, в общем, все у него хорошо, в шоколаде он ей сказал, знаешь, извини, мы с тобой расстаемся. И восемь лет она не работала, да, он покупал я одежду, естественно, но у нее ничего не осталось, собственно, кроме этой одежды. И восемь лет, которые она потратила на этого мужчину, так как нет ничего, ни свидетельства о браке, ни брачном контракте, припсу под хвост, она осталась с нулем. Понимаете, восемь лет назад ей было 24, теперь ей 32. Поэтому только разные, скажем, категории, да. И вторая дама, которая жила в гражданском браке, достаточно долго, у них, по-моему, трое детей, если я не ошибаюсь, достаточно долго, это где-то больше 10 лет, плачет, всегда говорил, что он не хочет жениться, да, и что вообще штамп в паспорте ни о чем не говорит. И тут на одноклассниках он, он зазнакомился опять со своей первой, через месяц он женился на этой первой школьной любови, а даме, с которой у него трое детей, он сказал, знаешь, ты из моей квартиры, пожалуйста, уезжай, потому что моя жена переезжает через неделю, поэтому в течение недели он будет любить с моей жёлтой площади. так как она ему никто, звать её никак, и свидетельства о браке у неё нет, то, ну, по суду, алименты, да, он работает на фрилансе, поди, отследи его доход. Поэтому, если у вас в браке в плане ценностей, тогда очень рекомендую брачный контракт, и потом, я замуж так и выходила, я сразу оговорила брачный контракт, хотя на тот момент у меня не очень много всякого движимого-недвижимого, но кое-что было. Если нет, то, извините меня, в течение полугода, максимум года, штамп в паспорте должен быть, иначе не тратьте ваше время. Итак, счастливые пары, запомните такую вещь, они приходят, если у вас иллюзия, вряд ли вы будете счастливы, счастливые пары. Лично воспринимают любовь, понимая, что любовь вообще-то нарабатывается годами, потому что любовь – это постоянная забота друг к другу, дневная, из мелочей складывающаяся. Сегодня поехали, муж острочки купил. Ну, супер, да? Мелочь, а приятно. Ну, люблю я цветы. Положительное отношение к жизни, умение рассказывать о своих чувствах и, собственно говоря, понимание особенностей своих, в первую очередь, представителей противоположного пола. Когда муж говорит, ты много болтаешь, бывает такое, я говорю, что извини, мой лимит 20 тысяч слов в день, твой лимит 5 тысяч слов в день, поэтому наш с тобой много болтаешь, это разное, поэтому либо сиди и слушай, либо давай мне быстро я буду болтать, организуй, либо ну как хочешь, да? Больше того, в счастливых парах действительно умеет принимать решения и вести споры. Не бывает пары, ни одной, которая живет вместе, у которых не бывает конфликтных ситуаций. Про себя могу сказать, я не любитель сконфликтовать, мне есть чем заняться, есть куда направить энергию, но у меня два раза в месяц по расписанию, вот есть календарь, да? В следующей неделе у меня по расписанию конфликт с мужем в субботу вечером. Потом я быстро на шутку, дело в том, что если мы никогда не конфликтуем с мужчинами, мужчинам становится слишком сладко, иногда им нужен перец. Мой муж об этом знает, что я в календарь пишу, иногда сам спрашивает, когда у нас там скандал по расписанию. Ну и естественно, духовные ценности и цели. На сегодня все у меня. Сейчас Вика вам с вами поговорит о сексуальности и о сексе немножко, да? Ситуация вот в чем. Если тема не интересна, то мы можем попрощаться с теми, кому не надо это, да? И, собственно, идите с Богом в четверг в 21 продолжим. Да, супер. Если же тема сексуальности интересно, то оставайтесь, у нас где-то будет еще полчаса, наверное, минут 30, Вик, во сколько уложишься. Почему говорю про сексуальность? Дело в том, что ведем мы с Викой, и ситуация такая. Я свою сексуальную энергию уже научилась переправлять на исполнение желаний, на движение к цели, еще на что-то. Вика же даст аспекты именно в отношении с мужчинами. Ради Бога, оставайтесь, я никого не гоню. Сексуальная энергия нам нужна не только для секса с мужчинами. Она нам нужна, вот мне, допустим, она нужна больше для достижения своих целей, для улучшения комфортности своей жизни, плюс для принесения результатов, потому что без этой базовой энергии, ну блин, ну фигово получается, ну не хватает, драйва не хватает. Поэтому поделились, да, я говорю вам о наших блоках, о нашей голове, о том, как мы думаем, и о том, почему у нас неправильное отношение к сексуальности. Вика же больше будет давать техники и практики. Я же она вылечила, и вас вылечит. Спасибо. Да, я знаю, что ты была же на формуле замужества, поэтому. Вот, ладно. Давайте уже про сексуальность. Викусь, ты готова? Включайся, пожалуйста. И Вика сама себя представит. Добрый вечер. Сейчас вот заработает камера. Так. Так. Камера, камера, камера. Хорошо, давайте я пока представлюсь, пока меня не видно. Но я, по крайней мере, себя не вижу. Если вам меня видно, скиньте, пожалуйста, плюсик. И если смешно, то есть два плюсика. Алло. О, так, не видно. Угу. Угу. Так. Вот очень интересно. Буквально за полчаса до трансляции я включила, зашла на сайт, на нашу, на вебинарную площадку, и у меня было видно, хотя я камеру не включала. Теперь почему-то я ее включаю, но ее не видно. Очень странно. Ладно, я думаю, что она сейчас со временем включится. расскажу немножко о себе, да, так как краткая история. Я веду уже, это будет второй, второй наш с Аленой совместный вебинар «Магия сексуальности». И, ну, коротко так расскажу, я была замужем, неудачно была замужем, и потом расскажу, почему. После развода, ну, так как проблемы были основном сексуального характера, несовпадение темпераментов, несовпадение социальной энергии и большинство ошибок, о которых Алена говорила вот в самом начале нашей трансляции, да, о том, что были иллюзии, о том, что были мифы, все мифы я собрала абсолютно, и, в общем-то, ну, брак разрушился. И после этого, так как в браке было очень сильное, скажем, подавление у меня как женщины, особенно о моей сексуальности, я начала задумываться после развода о том, что это такое, и с чем это ведет, и как бы, как это могу для себя тренировать. Вот, пройдя, ну, много различных тренингов, изучив себя, изучая различные литературы, множество практик, я поняла, что, ну, одну вещь, женщине потенциально заложено очень много энергии, во много раз больше, чем в мужчинах. И это заложено природой, да, потому что нам рожать, нам, в общем-то, так сказать, в семье отношения, в основном, да, это, как бы, женщина устраивает, и вообще мы, ну, нам дается для созидания, для творчества, так, и поэтому у нас энергии много, и в том числе, большая часть отводится в молодом возрасте на сексуальную энергию. Так вот, да, мне 34 года, я тренер, коуч, я люблю танцевать, занимаюсь йогой, я могу сказать, что эксперт, эксперт в области развития сексуальности, я фея-дохновительница, в общем-то, как говорят мои друзья, и мужчины знакомые, и я счастливая сексуальная женщина, потому что я раскрыла сексуальность, я научилась получать наслаждение от секса, перестала ждать, вы знаете, как говорят, перестали ждать милости от природы. Так вот, сейчас я могу сказать, что получать наслаждение можно, можно получать наслаждение от жизни, через сексуальную энергию, через свою сексуальность, да, как Алена говорила, можно направлять сексуальную энергию в творчество, в развитие какого-то дела, куда угодно, но в самом начале ее нужно обнаружить, ее нужно раскрыть. Сейчас, минутку. Зачем нам, женщинам, все это нужно? Выяснили. Сексуальная энергия, это основная энергия жизни, да, это базовая наша энергия. И в жизни женщины, она играет очень важную роль, потому что подавление сексуальной энергии влечет и различные заболевания, опять же, да, вот как Алена говорила, я через это сама прошла, подавляя в себе эту энергию, были определенные заболевания, которые, с которыми потом получилось справиться, да, когда я поняла, в чем проблема, где корень, и как вообще все это исправлять. Сексуальная энергия для женщины, это источник вдохновения, это источник магнетизма внутреннего, да, это некая такая женская магия, которая непонятна мужчинам, они не могут понять, что это такое, но тем не менее, их это очень сильно притягивает. Сексуальная энергия – это источник творчества, это источник блаженства, это источник наслаждения самой жизни, потому что раскрывает в себе этот источник, и когда энергия протекает свободно, женщина расцветает, женщина, ну, как цветок, да, она раскрывается, и она влухо-блухо, это она источает этот аромат, и тем самым она делает, в общем-то, могу сказать, мир вокруг прекрасен, ничего еще скрывать, поэтому это очень важно для нас. Сейчас, одну минуточку. В общем-то, зачем я здесь, да, как Алена уже сказала, за мной будет практическая часть, то есть, различные техники, практические дыхательные практики, техники по разблокировке, техники работы физические, да, техники работы с определенными предметами, которые нам понадобятся, я уже на первом занятии вебинара расскажу, какие нам понадобятся, и покажу. Ну, а сейчас, что я могу для вас сделать, да, на этом вебинаре, это помочь вам раскрыть, раскрыть ваш источник женской силы, открыть вам, ну, скажем, несколько секретов тайной сексуальной магии, показать, какие вы на самом деле, какая ваша уникальная красота, вы это увидите, когда вы начнете уже работать, первых, первые два, второе, третье занятие, вы уже почувствуете, вы увидите себя, такая, какая вы есть, такая, ну, вот, без страха, без зажимов, да, без чувств верны, без каких-то вообще тараканов, которые у вас есть, это вот ваша внутренняя красота, и вы ее увидите, и не только вы, могу вас заверить, и мужчины, и женщины, другие это тоже будут видеть, научу вас как быть протягательной, волнующей, желанной для мужчин, и там тоже есть свои секреты, но, вот, уверяю вас, они все просты, все, да, нам кажется, что вот, какие-то вещи очень сложные, но на самом деле, самые простые вещи, они очень эффективны, просто, ну, нужно знать, и самое главное делать, вот, очень важно делать, это вот, я вас сразу предупреждаю, да, что на магии сексуальности, и, да, как уже как на замужестве, обязательно нужно делать, и, в общем-то, на любом тренинге, потому что, если вы не будете тренироваться, если вы не будете делать, то результата не будет, ну, то есть, тут ваш выбор. Ален, перевесни, пожалуйста, это я тебе сейчас закрою никуда. Спасибо. Сейчас я вам предлагаю пройти тест на сексуальность. Я вам буду озвучивать вопросы, вы пишите у себя, на листочке, в цитратке, где вам будет удобно, тест не очень большой, и потом нам нужно будет с вами посчитать буковки. Вы выбираете один из четырех вариантов ответов. А, Б, В, или Г. И, давайте, если вы готовы, скиньте, пожалуйста, плюсики. Спасибо. Спасибо. Угу. Вижу. О, меня видно теперь. Ура! Ура, ура! Я кое-что сделала, и меня теперь видно. Вот, теперь вы можете меня посмотреть. Кто-то, может быть, меня уже видела. Кто-то нет. Кто-то, может быть, знает по социальным сетям ВКонтакте. Итак, если все готовы, начинаем. Первый вопрос. Вы узнали тот факт, что самая лучшая танцовщица стриптиз-клуба замужем. Ей без малого уже 55 лет. Что вы подумаете по этому поводу? А, своеобразная женщина. Молодец. Б, да, возрастная дама. В, хотелось бы узнать, о чем думает ее муж. И, Г, когда она будет выступать, надо будет приглядеться к ней. Выбирайте вариант ответа и пишите у себя на листочке. Мне не надо себя писать. Потом вы просто почитайте и посмотрите сами, какое количество шторков у вас получилось. Второй вопрос. Находясь на вечеринке, вы обнаруживаете чей-то пристойный взгляд, который явно намекает на свои, про это желание. Если вы хотите успевать, скиньте, пожалуйста, что там, ну, какое-то слово, да, что вот там, подождать мы, замедлиться или что-то такое. Третий вопрос. Музыка оказывает благотворное влияние на организм. Какую музыку и песню вы хотите слышать на свидание? А. Бодрую танцевальную. Б. Песни, которые обладают возбуждающим содержанием. В. Песни, которые относятся к понятию «хот». Г. Композицию, которая сможет вызвать воспоминания, понятные обоим. Четвертый вопрос. Сек закончился, и вы, находясь на кровати рядом с партнером, думаете, стенки тонкие, а я так кричала! А. Б. Надо что-то менять. Позу или... В. Надо было сказать ему что-нибудь нежное, ласковое. Г. Да, пора менять диеты. Пятый вопрос. Партнер предлагает попробовать новый способ, который вы не приемлете. Вы. А. Предлагайте другой, более близкий вам вариант. Б. Категорически отказываете, так как не собираетесь устраивать эксперименты со своим телом. В. Радостно соглашаетесь, показывая свою раскованность. И. Г. Ваши отношения основаны на доверии, и вы соглашаетесь. Шестой вопрос. Ваша сексуальная жизнь становится более насыщенной благодаря А. Нежным отношениям между вами. Б. Ярким наслаждением телом. В. Игровыми моментами в сексе. И. Г. Опыту и определенными знаниями. Седьмой вопрос. Если партнер уснул, что вы тихо скажете ему на ухо? А. Сладкий мой. Б. Мой герой. В. Мой любимый. Г. Моя секс-машина. Дальше. Если, опять же, не повторюсь, если вы не успеваете, скидывайте какой-нибудь знак. Кто-нибудь, какой-нибудь значок. Восьмой вопрос. Чего вы больше всего опасаетесь? А. Ну, естественно, да, сейчас мы говорим про секс, поэтому чего вы больше всего опасаетесь с сексом? Оказаться не на уровне. В. Потерять его интерес к себе. В. Потерять общий язык. И. Завязанность в повседеленности. Девятый вопрос. Для чего, по вашему мнению, необходима развитая речь человека? А. Это дает возможность раздвинуть границы воображения. В. Возникают условия, когда вы можете доверить друг другу свои тайны. В. Уявляется возможность отодвинуть в сторону удовольствия тела. И. Г. Можно выступить в роли исследователя тайм-либидо. Переходим к 10-му вопросу. Если вдруг пропала эротическая страсть, то, как вы считаете, да, А. Необходимо наладить более близкие отношения. В. Ваше тело должно стать более привлекательным. В. Важно ощущать, что он вами восхищается. И. Необходимо проявить фантазию. Ну и осталось последних 3 вопроса. Вы в составе группы потерялись во время похода в Мексике. Ваши действия. А. Ваши нервы на пределе. И вы без остановки едите сладости. В. Уединяйтесь с проводником, чтобы убедиться, что он знает выход из сложившейся ситуации. В. Пытаетесь снять напряжение в группе и пытаетесь шутить. И. Напряженно думайте, как выйти из создавшегося положения. Двенадцатый вопрос. Сексуальные отношения потеряли поделенные остроты. На что вы готовы пойти, чтобы вернуть страсть в сексе? А. Можете согласиться на обмен партнерами. В. Поиграть в ролевые игры и нарядиться, например, в костюм красной шапочки. В. Организовать эротический ужин, где в качестве стола будет использоваться ваше тело. И. Почитать партнера откровенно и стихийно-эротическую тему. Двенадцатый вопрос. Погода на улице просто мрак. Что вы напишите в своем блоге? А. Поделитесь планом работ по преодолению ежедневных тел. В. Расскажите об успехах нейробиологов в области секса. В. Ничего не напишите, так как у вас нет блога, да вы не считаете разумным успехом. И. У вас есть определенные успехи в сохранении красоты, и вы расскажете об этом. Теперь посчитайте, пожалуйста, количество ваших… Ну, чего у вас больше? А, Б, В или Д? И сейчас, когда вы будете готовы уже, скиньте, пожалуйста, плосики, и мы посмотрим результаты теста. Интересно, конечно, узнать честно, да, у кого чего больше. Ну, если хотите, можете написать. Если не хотите, это не обязательно, потому что в любом случае тест это для вас, для того, чтобы понять, нужна ли вообще вам магия сексуальности нашего бинара вообще. Может быть, у вас вообще все уже отлично, и вы сами можете легко учиться и рассказывать, делиться, да, своими. Вот. Поэтому сейчас, Аленочка, переверни, пожалуйста, нам на результаты теста. Первое. Если у вас получилось большинство А, здесь, в общем-то, тест идет еще на сексуальную самооценку, да, то есть от чего зависит ваша сексуальная самооценка. Если у вас большинство А, я так понимаю, у нас такие есть, то связь между сексуальной самооценкой и вашим телом, она достаточно сильная, то есть фактически единое целое. Все, что связано с вашим телом, с внешними проявлениями, с чувствованиями, все, что чувствует ваше тело, все связано с самооценкой и, в общем-то, с вашей сексуальностью, да. Вот. Но тут есть такой момент, что если вы будете серьезно озабочены о вашей внешности, и она будет вас не устраивать, да, Ален, Г, все, да. Г, я вот оторвусь, да, но это как увидела. Тех, у кого Г, в общем-то, они уже вообще молодцы. И они все суперкуты. Так вот, по поводу А. То есть ваша озабоченность с вашим телом может сыграть нам плохую роль. Если вы будете недовольны, то самооценка ваша упадет. В связи с этим удовольствие получать вы будете меньше, и, в общем-то, сексуальность автоматически снижается. Вот. Ну, вот, более подробно вы почитаете, слайды у вас останутся. Теперь посмотрим, что у нас у тех, у кого буковка Б. Б. У этих девушек и женщин зависит самооценка от отношений с партнером, да. То есть если отношения с партнером близкие, доверительные, то они, в них возникает вот эта страсть, да. Они сгораются, сексуальность просыпается, они хотят своего мужчину, и, в общем-то, все замечательно. Если в отношениях нет взаимопонимания, да, либо доверия, либо вы только начинаете общаться с человеком, то страсти нет. И, в общем-то, ну, как вы считаете, что вот страсть может быть только в доверительных отношениях, когда вот уже давно вместе, когда вы друг друга знаете, а вот, ну, то есть если только увидели, то вот страсть не разжигает. Ну, в общем-то, это тоже можно сказать, что это все решаемо, и это на самом деле не так. Ну, это тоже зависит от самооценки, да. Есть тоже рекомендации, можно почитать. Вот, скажем так, вообще наш курс, ну, моя часть про то, как, про то, что секс, он ваш, он не в партнере, и ваш секс зависит только от вас. Если у кого получилось большинство В, тут зависит от воображения, да, ваше воображение вызывает уважение, вызывается. Ваши фантазии, то есть вы умеете фантазировать, вы знаете, как играть в сексуальных отношениях, да, находите что-то новое, и можете создавать непринужденную атмосферу. Ну, тут дело в том, что если вас затянет вот эта вот рутина жизненная, да, какая-то обыденность, вы потеряете задор, да, потеряете, может быть, какую-то такую вот силу свою, да, энергию, и, в общем-то, вам уже не будет не хотеться ни секса, ни каких-то чего-то новенького, ну, что-то вот такое. Вот, поэтому, чтобы фантазии не закончились, периодически действительно нужно останавливаться, вот, и, конечно, нужно искать новые-новые фантазии, да. А этому тоже способствует именно раскрытие сексуальности и ваша сексуальная внутренняя энергия. Если Г, Аленушка, или у кого-то там еще, я видела тоже, у девчанок было, вы постигли науку в любви в совершенстве, и вы знаете, как доставить удовольствие патье-партнеру. Ваша сексуальная самооценка находится на самом высоте, и дальше стремится некуда. Но вот здесь тоже есть некоторые такие подводные камни, да, что такой подход иногда совсем не оставляет место для импровизации. То есть я знаю, как получить оргазм, я знаю, как получить себе оргазм, я знаю, как сделать мужу-оргазм или мужчине. Да, Ален, и поэтому тут уже вообще ничего не интересно, блин, что-то может быть интересно, да, 2 минуты, Ален, и оргазм у меня есть, ну, и даже меньше, да, там, ну, 5 минут, от 1 до 5 минут. Да, блин, никаких минут. Вот, поэтому тут совет такой, постарайтесь быть хоть немного несовершенны, да, и по поводу этого я тоже буду очень много говорить, как убрать рутину из-за вашей постели, как убрать рутину из-за, ну, сексуальных взаимоотношений с мужчиной. 30 секунд, ну, вот, да, вот, да, либо 30 секунд. То есть вообще, ну, как с рутиной бороться именно в сексуальной жизни с мужчинами, у нас же есть еще сексуальная жизнь с самими собой, да, то есть наша личная. Поэтому, вот, все про это мы будем говорить. Так, и что у нас там дальше? Аленушка, перейдите, пожалуйста. Ладно, пока тут, вот, вот, и, собственно, что вы можете сделать уже буквально завтра, так сказать, проверить кое-какие фишки, которые я вам сейчас дам, вы можете проверить, если вдруг у вас завтра свидание, или даже если у вас на работе в офисе есть мужчины, вы можете проверить уже то, как, ну, можно включить сексуальное настроение, сексуальный настрой, да, но сразу предупреждаю, как бы без подготовки физической, телесной, да, о которой мы будем говорить, это, ну, различные упражнения, стопроцентного эффекта, да, реакции на то, что мужчина прям сразу вас захочет, я не обещаю, но, что могу сказать, будет реакция, в любом случае мужчина не будет понимать, что с ним происходит, но он будет реагировать. Единственное, аккуратно в метро, то есть, если будете что-то делать, такое, да, то в метро я не рекомендую делать, потому что, ну, зачем вам, скажем так, какие-то, какое-то внимание мужчин, да, которое вам не нужно, и вы, тем более, не будете знать, что с ним делать, да, уже, когда будете проходить наш вебинар, я буду говорить, что делать с нежелательным вниманием, да, куда-то направить, что делать, а сейчас пока не надо. Итак, за действием, ну, буквально, вы можете включить сексуальный настрой, особенно это важно для тех женщин, которые едут на свидание, и они вот после тяжелого рабочего дня, вот там шеф, черта, черта, проливали, но вечером мужчина, возможно, будет секс, возможно, не будет, но в любом случае, да, мужчина не виноват, что у вас, вот, тяжелая работа, вы устали, и вот он ждет, он волнуется, в смысле, он возбужден, скорее всего, и важно вам приехать ему горячий, неважно, будет секс или нет, все равно в любом случае, да, этот настрой сексуальный, он считает, ну, считает с вас, да, то есть вот этих людей, которые будете спускать. Первое, это музыка, это самое простое, вы все об этом знаете, музыка, которая настраивает вас на сексуальный лад, либо на задорный, либо под которую ваша тела начинает, там, как-то вот, что-то там, как-то танцевать, вот руки как-то, да, там, ноги приплясывать. Но, наверняка, у каждого из вас есть такая музыка, мелодия, музыка, певец, группа и так далее, да, пожалуйста, плейлист, и, не знаю, можно 5 минут, там, кто не курит или курит, да, выйти, плеер или что-то еще, или в телефоне, сейчас у многих есть гаджеты, всякие плееры, и послушать. Если вы будете слушать только музыку и не думать о чем-то постороннем, музыка, она вас включит. Дальше, переключения на тело. Самое простое вообще, что можно сделать, даже в офисе, идя в туалет, да, то есть вы подходите к раковине, начинаете мыть руки, но вы мыете руки не обязательно для того, чтобы они были чистые, вы мыете для того, чтобы переключиться на ощущения. Я вот сейчас попробую показать, так, у меня камера, вот вы мыете руки нежно, медленно, и главное, не торопитесь, то есть вы переводите ваше внимание на кончики пальцев, да, намыливайте, почему мыть руки, потому что мыло, оно еще позволяет скользить, и движения становятся более медленными, да, и более чувственными. Переключайтесь на руки, вот, прям за глаза закрывайте, и попробуйте ощутить то, что чувствует пальцы, да, кожа, какие ощущения. Тут самое главное, опять же, да, попробовать отпустить все мысли и переключиться на тело. Можно провести одной рукой по руке до локтя, сейчас я вот попробую показать камеру, да, погладить. То есть, в общем-то, на такое правило, да, то есть, наше возбуждение, наша сексуальность в наших руках. И у нас для этого все есть, буквально даже в 5-10 минут мы можем это сделать. Поправить макияж, тут очень интересно, здесь, что я имею ввиду, это нанесение губной помады или блеска для губ. Вы подходите к зеркалу, берете там кисточку или что-то еще, или помаду, и опять же, нежно, медленно, медленно, начинаете, ну, сам процесс, да, то есть, вы наносите на губы. И вообще губы у нас являются очень такой эротичной нашей, как эрогенной зоной, да, чувствительной. И вы, проводя по ним кисточки или помады, но тут тоже важно медленно, да, и ощущение, внимание на ощущение губ. Вы проводите нижнюю губу, верхнюю губу. И наслаждаетесь этим. Вот эти ощущения вы как будто впитываете. Это очень просто, очень быстро, но если это делать именно не торопясь и, как сейчас называют, осознанно, да, то есть, внимание вы направляете на губы, на ощущение губ, да, как помада скользит по губе. То есть, вы не думаете мыслями, да, вот сейчас помада скользит, вы ощущения, ловите ощущения. А игра с волосами. Ну, тут, наверное, вообще, мне кажется, все знают, да, что там поправить волосы, как-то, опять же, да, если позволяет прическа, да, если вот не, ну, как бы у вас прическа не, там, какая-то закрепленная, вы можете сделать себе небольшой, такой легкий массаж головы. Голова является одной из самых сильных эрогенов вам кожи головы, о чем мужчины забывают. Им нужно напоминать. Есть тоже люди, которые мне нравятся, когда они копошатся в голове, но я знаю большинство, которым нравится. И если это приятно, когда вы сами себе делаете, да, то этим нужно пользоваться. Вы буквально чуть-чуть прикасаетесь к голове и, опять же, старайтесь мысли отпустить все волосы. Единственное, только вас умоляю, не накручивайте волосы на палец. Примущим, пожалуйста, не надо. Вот, это не очень хорошо вам действует. Вот, а играть с волосами различными способами, там, поправить что-то, как-то вот от волос к шее провести, да. Вообще, любое, любой контакт с телом, даже ваши руки с вашим телом, оно приводит, как бы, спусковой механизм, да. Следующее будет вообще очень классное такое упражнение. Подробно мы его рассмотрим на курсе уже на первом занятии. И со второго занятия мы будем практиковать его уже с инструментами, с специальными. Это называется упражнение кегеля, сжимание, разжимание любовных мышц. Так, это красиво звучит. Здесь все просто. На вдохе. Значит, пока, ну, расскажу, поставьте мне, пожалуйста, скиньте плюсик, кто не знает, где находятся мышцы промежности влагалище. Ну, влагалище самого. Мне кажется, наверное, об этом уже знают все, но если кто-то не знает, скиньте, пожалуйста, плюсик. Не седа. Смотрите, значит, у нас есть... Обнаружить эти мышцы, скажем так, да, это лобково-копчиковая мышца, лк-мышца. Знаешь? Вот. Значит, и... Ну... Есть их несколько, их три кольца. Мы сейчас говорим о внутреннем кольце, о серединном. Оно есть наружное кольцо. Нет, мы о крайнем говорим, которое у самого входа находится. Как-то первое самое входа, второе это в середине и третье около матки. Вот вторые два мы не будем рассматривать. Вот сейчас кольцо самое наружное. Попробуйте сейчас его сжать. Просто вот сожмите, пожалуйста, сейчас мышцы влагалища. И скиньте плитики, у кого получилось. Угу, угу. Отлично. Ну, девушки у нас продвинутые, это меня радует. Это значит, все будет намного проще и быстрее. Угу. Отлично. А теперь попробуйте сделать так. Когда вы делаете вдох, на вдохе вы сжимаете эти мышцы и буквально на 2 секунды задержите дыхание. Ну, буквально 1-2 и все. И на выдохе расслабляетесь. Есть. Скиньте плюски, пожалуйста. Угу. А теперь давайте еще усилим. Теперь вы закройте глаза. Представьте какого-нибудь мужчину, который вам очень нравится, которого вы, возможно, хотите. Или, ну, что-то такое, связанное с мужчиной, какую-то вот эротическую такую вот сцену, или что-то такое вот, что, вы знаете, вызывает у вас такое приятное желание. Да? Не прям сильное возбуждение, а просто оно вам приятно, но связанное с мужчиной и сексом. Вот что-то вот такое. И закрывайте глаза. Представляете картины. Ну, какую-то, да? Картинка, картина. И на вдохе сжимаете влагалище. На выдохе расслабляете. Здесь можно уже без задержки. На вдохе сжимаете мышцы влагалище. На выдохе расслабляете. Ну, где-то раз 5 сделайте сейчас, пожалуйста. Я буду делать сами. Вдох. 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 И когда вы сделаете, пожалуйста, идите свои ощущения, да, берите все мысли, и вот то ощущение, которое у вас есть, оно может быть любое, приятное, неприятное. Это может как-то, ну, вот, покачает, пошатает. Любое ощущение, которое у вас есть, а вот вы его примите, которое, вот как оно есть. Вот любое. Вот просто примите и просто почувствуйте. Это вот буквально первый шажок к началу, да, познания того, что внутри, да, где наш магнит для мужчин, да, где наш сексуальный магнит, да, где находится наш источник. И, да, вот, Ирина, спасибо, что написали. Ирина, спасибо. Очень прошу поделитесь, какие ощущения, вот, вообще, от всего вот этого, от того упражнения, которое мы сейчас сделали. Потому что, ну, очень интересно просто знать, у меня свои ощущения всегда от, как-то начинают от этих вот сжиманий, разжиманий, у меня глаза сразу, ну, расфокусируются, и, в общем, да, и даже речевой аппарат уже не может ничего выдавать на пяти связанных мыслей. Мы сейчас уже будем заканчивать, пожалуйста, поделитесь, что, чего и как, вы живы, какие теплицы, пожалуйста, как вы вернулись, или вы еще где. Ничего особо не трожи, Наталья, смотрите, да, это нормально, потому что, если у нас не разработано, если у нас мышцы не подготовлены, то это ничего не произойдет. Я сейчас просто показала то, что можно делать, ну, чем можно заниматься, да, уже сегодня вечером. Обычно для практики такой, чтобы что-то началось, нужно делать это много раз, да, совмещаясь с дыхательными практиками. Есть еще работа с определенными, там, аппараты есть сложные, есть простые, это микритовые яйца. Но сам факт того, что вы сделали, да, здесь даже ничего не произошло, это тоже нормально. Тут, как говорится, надо-не надо, да, то есть вы принимаете решение, сегодня, в четверг мы еще увидимся, да. Если какие-то у вас вопросы будут, вы пишите, я сейчас отвечу, я думаю, нам дадут немножко времени. Вот, если здесь не получится написать, можно найти меня в ВКонтакте, можно найти в Фейсбуке, да, можно там написать через Алену, да, вопросы, я отвечу. Вот, но сейчас что тут? Вопросы, ощущения. Выбор объекта не важен, абсолютно не важен, вы выбираете, чтобы вам, это был мужчина приятен, это может быть актер, это может быть сосед. Тут важно что? Чтобы он был приятен, да, и чтобы, ну, ну, больше ничего, чтобы был приятен, вы делаете упражнение, все. Хорошо, потому что фантазия, если ее отпустить, не ограничивая какими-то там рамками, какими-то, а он женат, а он то, а вот он недосягаем и так далее, то, ну, здесь может фантазия не пойти. Да, Ален, хорошо. Возбуждение, это отлично. Ну, это хорошо, потому что, значит, что-то уже, что-то есть, потому что, ну, тут легче. Вообще, ну, насколько я знаю, вот у меня знакомые девчонки, те, кто спрашивают, вот как, чего делать, как, вот это вот. Ну, всем, кому говорю, это просто упражнение, причем его знают все, я больше, чем уверена, просто почему-то как-то то ли забывают, то ли еще что-то не делают. Когда начинают делать, говорят, ой, слушай, как-то это вот уже даже захотелось, как-то вот что-то прям возбуждение внутри как-то. Вот это вот, а это на самом деле есть энергия. Я расскажу про то, почему у нас, да, как мы накапливаем энергию, и почему именно вот эти кольца, и почему вот, потому что все интересно. Ну, все, я так понимаю, все, вопросов нету. Девчонки, спасибо вам большое. Вот, я очень рада встретиться снова опять с Аленой. Вот, я думаю, что все хорошо. Ален, я тогда выключаюсь. Если есть вопросы, вы еще пишите, я могу письменно, наверное, ответить. Все, всем большое спасибо. Вот, всех обнимаю. Смотрите, вот Вика говорит, не важно. Я не спорю с Викой, просто я могу сказать про свой опыт. Да, для меня важен выбор объекта. Если, ну, я кинестетик, да, мне нужно помнить тактильные ощущения. Если у меня нет этих тактильных ощущений, то представляй перед собой хоть кого угодно. У меня возбуждения не будет. Больше того, есть демонстративные личности. Это нехорошо и неплохо. Просто мы любим, когда публика, когда нами восхищаются, когда на нас смотрят. И тогда, когда вы делаете это упражнение, совмещая с эротической фантазией, я рекомендую попробовать следующее. Вы делаете кегеля на вдохе-выдохе, а в эротической фантазии вы представляете, как вы потрясающе выглядите и как вами восхищается мужчина. Вот тогда вас возбуждение может накрыть еще быстрее. Ну, то есть мужчина, он есть, объект присутствует. Да, неважно какой он, вы можете даже не видеть лица, вы можете сделать акцент на себя. Ну, есть такое у людей, у которых есть актерские способности, особенно если их негде проявлять. Вот есть у нас такая фишка. Ну, что, мы заканчиваем, вы молодцы, вы два часа нас выдержали с Викой, за что вам, конечно же, огромное спасибо. Мы в четверг встречаемся, будем продолжать. Я не буду делать продажу тренинга, я не буду вам орать, что если вот не сейчас, то потом цены повысятся. Те, кто придут, придут вовремя. Те, кто сейчас не готовы и не дозрели, значит, да, вместе будем вести вебинар. Я буду давать блоки и голову, да, то есть что мы думаем, где у нас блоки телесные, мы будем убирать со мной. Вика будет давать практику. Опять же, акцент здесь так. Вика очень хорошо, у ней получается это на предмет взаимодействия с мужчинами, на предмет, вот как это проявлять, да. Опять же, у меня ГЭ, у многих из вас ГЭ. Может быть, по тесту те, у кого ГЭ, понимаете, что вот я свое, не то что отгуляла, да. Да, у меня было много мужчин, у меня были поклонники, были люди, которые меня не принимали. И к 33 где-то годам я сексом-то, в общем, уже была по большому счету разным, хорошим и плохим с этапа горла. Мне нужно было что-то другое. Сейчас у меня энергия сексуальная направляется в творчество, направляется, ну, трансформируется в денежную энергию, направляется в творчество. Она в любом случае нужна, блок надо убирать, да, если он там есть. И, мало того, еще и гинекологию заодно полечим, походу, да. Так вот, я, скажем так, я сейчас уже не играющий тренер. Вот муж есть, вот надо два раза в неделю секс. Вот два раза в неделю я это включаю, благо, как Вика говорит, за 10 минут включить можно. Если мы не горим сексуальным желанием, наш мужчина тоже не будет нас хотеть. Вот, ну, а так как муж в наличии присутствует и секс должен быть, точка по определению, ну, вот два раза в неделю за 10 минут включишь, пойдешь, собственно. Да, вопросы с сердцем, опять же вопрос в том, что, Ирина, если у вас же были вопросы с почками, то, скорее всего, обида, закрытая четвертая чакра. И, мало того, как секс нет, есть только секс по любви. Ну, это мое предположение. Смотрите, вы можете зайти на сайт аленсамошина.ру, посмотреть тренинги. Те, кто в Москве, можете еще московские тренинги посмотреть. Вот, но опять, ко мне не надо идти толпой, потому что Алена своя энергетика убедила вас, что вам надо. Принимайте решение. Я всегда рекомендую, слушайте подсказки вселенной. Хочу на тренинг, но нет денег, что мы делаем? Мы нормально говорим, господи, я очень хочу попасть на тренинг к Алене, ну, или там вселенная. Надо вот столько-то. И смотрим, а вам вообще деньги придут до тренинга? Как правило, тем, кому нужно попасть, но денег вот катастрофически нет, приходит либо предложение, либо шанс заработать деньги. Если деньги есть, но вы не уверены, надо вам или нет. Опять же, тренинг по энергии денег, там я эти практику давала. Ну, и вам говорю, если вы не уверены, надо вам или нет, то задайте вопрос вселенной, скажите, вселенная, я не знаю, надо мне или нет. Ты мне подскажи каким-то образом. И ждите в течение трех-пяти дней, вам обязательно придет подсказка, либо ответ, что-то придет, что вы будете точно понимать, надо вам или не надо. Поэтому, если уверена, что надо, то просто идите. В любом случае, ну, я не знаю, у меня... Сколько часов идет тренинг? Два часа минимум. Наташа, если хотите посмотреть услуги как таролога, то сайт... Сейчас скажу. То есть, ну, не знаю, мы в полтора часа, мы, как правило, с Викой не укладываемся. Два часа идет. Аленатаро.рф наберите и увидите там, чего и как, посмотрите там. Ну что ж, значит, 21 час по Москве, 12 сентября, четверг, второе занятие. На замужестве мы будем говорить о идеалах, о том, что у нас в голове. И, естественно, мы продолжим разговор о сексе, сексуальности и прочих вещах. Ирина, сделайте, пожалуйста, запись, чтобы могли забрать. Ссылка на этот вебинар. На какой этот? На 12 сентября ссылку разошлю в...